Котятки мои, всем доброе утро и добро пожаловать в новый влог. Я только вышла из душа и сижу, жду сына. Он у меня уехал в военкомат. В общем, замучили нас уже этим военкоматом. Мне уже один знакомый сказал, да что ты, да пусть ходит год послужит. Я говорю, ну уж нет, вот родишь своих сыновей и пусть они у тебя идут служат. А мой пусть учится в медунивере. На что он мне ответил, слава богу, у меня две дочки. Так, пока жду сына, решила быстренько накраситься, потому что нам сегодня еще нужно будет сходить, наконец-то снять квартиру с обременения. Ту, которую я продала еще в 2013 году. Я уже тут все быстренько приготовила. У меня макияж сейчас занимает буквально 15 минут. Ничего сверхъестественного не делаю. Крашусь практически незаметно, поэтому давайте начнем. Придвинулась к вам поближе. В качестве тона я сейчас использую от Белиты. Вот такой. Про лакшери. Тональный крем лифтинг с гиалуроновой кислотой. У меня тон 0,3 светло-бежевый. Скрывает несовершенство кожи и маскирует морщинки. Я его наношу с помощью спонжа. Девочки, тон этот очень легкий. Быстро усаживается. Каких-то сильных покраснений он не скроет, но на лице его вообще практически незаметно. Незаметно и очень хорошо держится весь день. Подойдет, мне кажется, для любого типа кожи. Особенно для возрастных девочек. Так, следующее, что я буду использовать, это консилер. Точнее, кроющий корректор-хайлайтер от Эвелин. Вот такой. У меня, я не знаю, в каком он оттенке. Потому что здесь уже все. Просто уже все облезло. Пользуюсь им давно и очень мне нравится. Наношу его немного под глазки. На крылья носа. Он уже, кстати, у меня закачивается. И вот сюда немного на переносицу. И также все спонжиком быстренько растушую. Далее перехожу к бровям. Это моя сложная часть. Первое дело, нужно их расчесать. Быстренько расчесываю. Я сейчас никакими карандашами не крашу. У меня для этого есть два геля. Первый гель это от Стеллари. Брау маскара. Вот так вот он выглядит. Оттенок у меня. Сейчас скажу, девчонки. Не знаю какой. А, 0,2. Я им немного расчесываю брови. Вообще, конечно, я все мечтаю сделать себе пудровое напыление бровей. Но, девчонки, как-то я вот побаиваюсь все это делать. Хотя, нашла мастера, которая очень красиво делает эти пудровые брови. Видела ее работы. Сама видела, как она работает. Ну, и не знаю почему, но я боюсь. Этот гель очень классно фиксирует брови. Но я сверху еще пользуюсь также гелем для бровей от Artvisage. Фикс МК с провитамином В5. И какой здесь оттенок, девчонки, я тоже не знаю. Так, как его показать. Вот так вот он выглядит. Вот такой. Просто немного сверху еще зачесываю брови. И все. Мы за естественность. Брови готовы. Перехожу к контурингу. Из новинок у меня, девочки, появился от Lamelle. Точнее, появились это румяна в тоне 0,4. Цвет Top Blush Chee Color. Ну, как-то так. Вот. Недавно их купила, девочки. Настолько они мягкие, что даже набирая их мягкой кисточкой, они сильно пылят. Жесткой кистью их вообще набирать невозможно. Но какой же красивый у них цвет. Просто супер. Мне очень понравились. Мне что-то понравились румян такие в розовом цвете. Набираю. Немного стряхиваю. Потому что они очень мягкие. И провожу просто вот так вот. Раз линию. Два линию. И теперь нужно будет это все хорошенечко растушевать. Эти же румяна я буду использовать в качестве теней в складку века. Мне очень понравился этот оттенок. Вот так вот немного набираем. Вот единственный, конечно, недостаток. Пылят они ужаско. Очень сильно. И заношу в складочку века. Прям не стесняясь. Практически закрашиваю все нижнее веко. Ой, не нижнее веко, а подвижное веко. Так, теперь с другим глазиком то же самое. Все готово. Теперь этими же тенями возьму другую кисточку поменьше. Я пройдусь по нижнему краю ресниц. Чуть-чуть их подкрашу. Вот так. Кстати, девочки, мальчики, я же сходила к юристу по поводу своего больничного. Она мне посоветовала обратиться в прокуратуру. И я написала заявление в прокуратуру о том, что мне уже на протяжении трех месяцев никак не могут выплатить больничный. Не знаю, когда мне, конечно, дадут ответ. Но сроки там указаны. Просто я забыла, в какой срок они должны дать ответ. Будем ждать. Буду держать вас в курсе. Так, с нижним веком мы справились. Теперь я беру вот такие тени от Luxe Visage. Называются они Reach Glow. Вот так вот они выглядят. У меня оттенок второй. Сейчас покажу. Так, открываются они тяжко. Вот такой вот цвет. Сделаю сочек. Так красиво они выглядят. И прям можно пальчиком нанести на все подвижное веко. Не стесняясь. Пальчиком нанесла. Из-за того, что ногти длинные, сейчас сюда немножечко их подтушую. И практически макияж глаз уже будет готов. Ресницы я буду прокрашивать тушью Soda. Это у меня 001 Grey оттенок. У меня уже заканчивается эта тушь. Вообще все туши у меня уже заканчиваются. Нужно будет зайти купить новую. Здесь вот такая вот большая кисточка. Но ей очень-очень удобно прокрашивать ресницы. Девчата с ресницами справились. Посмотрите, как все нежненько. И самое главное, все очень быстренько. Так, осталось нарумяниться. У меня вот такая вот уже позорная палетка. Это тоже Makeup Revolution. Сейчас скажу, в каком оттенке. Ultra Fair C01. Все руками не поднимается. Выбросить ее. Уж очень здесь мне все нравится. Вот уже контур я практически весь использовала. Так, не ту кисточку, не румян взяла, не ту. Вот, вот такой кистью будем. Это у меня кисти с Алиэкспресс. Так, сейчас немного нарумяним щечки. Прям совсем чуть-чуть. Немного на ног сюда нанесем. На носик вот так вот. Все. Я говорю, у меня этот макияж повседневный. Занимает буквально 10-15 минут. Если не снимать, я с утра встала. Раз, два, три и я готова. Нравится мне сейчас такой простой, легкий макияж. Так, и нам осталось только-только нанести хайлайтер. Мой любимый хайлайтер. Это Smart Biol белорусский Голливуд. Вот такой вот. И у меня это оттенок тон 01. Так, сейчас мы быстренько нанесем. Вот на эти места на выступающие. Так, позвонил уже сынок. Говорит, мама, я еду. Так что я побежала сушить волосы. И пойдем мы относить документы. Все, пошли мы сдавать документы. Единственное, что я забыла маску. Не знаю, пустят меня туда без маски или нет. А у сына эта масочка есть. И вот, смотрите, кроссовочки его. Как же они классно смотрятся. Сын у меня довольный. Мама тоже довольна. Мы в курточках. У нас еще на улице прохладно. Я тоже вот. Пошли сдаваться. Вот так у нас МФЦ выглядит. Прямо недалеко от дома. Видите, сколько много окошек. О, и нас уже вызвали. Все, ребят, мы уже дома. Нас опять ждала фиаско. В общем, пришли мы в этот МФЦ. Как вы видели, нас быстренько вызвали. Я сейчас буду готовить гороховый суп. Быстренько вызвали, сели. На той квартире мы были собственниками вдвоем с сыном. Я и сын. Я ей подаю документы, договор купли-продажи. Говорю о том, что у меня была смена фамилии. Подаю документы смены фамилии. Она смотрит договор купли-продажи и говорит, вы что, отчество поменяли? Я говорю, не отчество поменяла, а фамилию. Я говорю, вот нас двое собственников. Я говорю, документы сами на квартиру нужны будут? Нет, не нужны. Она сидит и говорит, Жене. Молодой человек, пройдите в зал. Не сидите здесь. Я говорю, да ком же вообще-то собственник? Она, пусть молодой человек проходит в зал. Я говорю, ну ладно, Жень, иди. И ей говорю, если бы я знала, что второй собственник не нужен, я говорю, ну я бы уже давным-давно все это одна сделала. Ну что она мне отвечает? Да перед тем, как идти позвонить, нужно было. Я говорю, вообще-то я уже у вас здесь была, у вас не работала программа, и я знаю, с кем мы, ну и зачем сюда нужно приходить. Ладно. Далее она сидит и говорит, вы не покупатель? Я говорю, нет, я собственник, говорю, с предыдущей квартиры. Мы были двоем собственники, я и мой сын. Она, а что вы сразу не сказали? Я говорю, в смысле не сказала? Я говорю, я вам подала сразу документы все и объяснила. Я говорю, вы моему сыну сказали, я думала, он покупатель. Я говорю, при чем здесь покупатель? Ладно, спорили, спорили, все, сидит сына, позвали обратно. Сидит, принимает документы, и тут ей понадобился кадастровый номер на ту квартиру. Якобы этот уже старый. Давайте, говорит, звоните типа в Росреестр. Я звоню в Росреестр, чтобы узнать новый кадастровый номер. Мне говорят, что сайт сейчас временно не работает. Я звоню покупательнице. Мне сама это, которая принимает девушка, сказала, звоните покупательнице. Они, когда получали документы на квартиру, им должен быть уже присвоен новый кадастровый номер. То есть свидетельство о регистрации на право собственности должен быть новый кадастровый номер, который, говорит, начинается на 24.50. Я позвонила Свете, она мне называет этот номер. Я называю этот номер Так, этой девушке, которая принимает документы На что она мне говорит Что вы мне старый номер называете, мне новый нужен Я говорю, так нету больше никакого другого номера Я тогда не буду у вас ничего принимать Я говорю, в смысле, не будете По закону, типа, я не собираюсь у вас ничего принимать Я говорю, девушка, вы сказали, что у меня старый номер Что у нового покупателя уже новый номер Я говорю, я вам называю этот новый номер Росреестр не работает Говорю, я здесь при чем Он такая, ну и все тогда, я не буду ничего принимать Я говорю, ну вы и хамка, конечно, развернулась и ушла. Ну это вообще просто. Вместо того, чтобы сказать, девушка, такая вот ситуация, как бы Росрейстор не работает, да, давайте в следующий раз тогда как-то постараемся это оформить, или пусть собственник там документы еще раз принесет, ну, точнее, новый собственник принесет. Хотя покупатель не нужен, нужно два предыдущих собственника этой квартиры, пишется заявление, подаются документы, и все, больше ничего делать не нужно. То есть я еще осталась виновата, что не тот кадастровый номер в моих документах, не тот кадастровый номер в документах нового покупателя, Росреестр не работает, и с таким хамством, типа, я-то вообще тогда ничего делать не буду, типа, вы мне предоставляете старые номера. Ну я ответила, говорю, все, в общем, говорю, хамка, и мы пошли. Позвонила Свете, говорю, Света, говорю, это, конечно, что-то такое, она говорит, да я сама, говорит, лично была с этим номером, мне сказали, да, этот номер. Почему, говорит, час-другой, ну, говорит, я постараюсь заехать, говорит, сегодня-завтра и узнать. И если, говорит, это номер тот, который у меня написан, говорит, я их просто там всех разнесу. Так, ладно, в общем, я сейчас готовлю суп, потому что мне сегодня еще нужно ехать на ногти. Пока у меня времечко еще есть, зашла в магазин, называется Планета Одежды. Очень огромная площадь, и тут столько всего, все, что хочешь. Наверное, это все производитель Китай. Очень много детских вещей. Прям рядами все. Джинсы, спортивные штанишки. Давайте хоть цены посмотрим. Так, не знаю, то ли 649. Слушайте, ну, штаны прикольные. Такие есть в зелененьком цвете. Ну, велюровые. Давненько я сюда не заходила. Такие вот штанишки. Как цены-то где? 599. Наверное, так. Посмотрите, какой здесь огромный просто выбор покрывал 1299. Смотрите, какая прелесть. Такие все мягенькие. Ой, розовый какой прикольный. Вот тоже пошито все хорошо. Избеки не розовый. Здесь, кстати, большой выбор ковриков. Для туалета, для ванны. Я так понимаю, 700. 759 такая расцветка. Такая есть. Синий. Такая бортовая. Ой, здесь столько всего. Так, это вот такие коврики. Тоже 749. Так, такие же сиреневые. Красные. Зелененькие. Вот, посмотрите, какой коврик большой. Эти размеры посмотрим, если они есть. Не вижу размеров. Цена 700 рублей. Так, ребят, размеров не вижу. А, это даже вообще 600 рублей стоит. Так, такие. Шелтые, синие, коричневые, серые. Слушайте, какой прикольный. Вообще, такой серый есть. Слушайте, выбор, правда, просто огромный. Есть такие вот маленькие коврики. Так, а они по какой цене? 249 такие коврики. Вот, осенний большой. Тоже красивый. Они прям реально здоровые. Надо будет как-то сюда зайти, когда время будет, и прям все посмотреть. Под тщательней. Вот, тоже красивый. Вот здесь отдел с теплыми спортивными костюмчиками. Тоже выбор хороший. Там, посмотреть, какие тепленькие. Весна, осень. Цвета красивые. Так, а цена на них. Цена. Сейчас, посмотрю. 2-300. Они идут с брюками, с теплыми. Серые. Вот такие есть. Красные. С синим. На манжетиках. Тоже, вот видите, стойка. Большая. Ходить, конечно, все это смотреть нужно. Даже, может, что-то и выберите себе. Такие какие-то есть. Что это у нас тут? Костюмы. Так, давайте посмотрим. Да, это костюм такой. С брючками. Вот, тоже, смотрите, прикольный. Без рукавов. Ой, ну вот этот вообще прелесть. Внутри, я так понимаю, там брючки. Ну-ка, давайте посмотрим, что там внутри. Нет, внутри там короткие какие-то, наверное, шорты. Не буду уже доставать. Ну, по-моему, шорты. Слушайте, ну, костюм мне нравится. Какая-то цену посмотреть. Цена, цена. Тысяча, тысяча триста пятьдесят. Есть вот с такой неоновой расцветки. Розовый. Неон. И белая. Ну, белая прикольная ткань. Очень приятная на ощупь. И здесь еще вот такой капюшончик идет. Тут, как на китайском рынке. Завал полный. Ну, точнее, не завал, а очень много всего. Прям, посмотрите. Отделы. Вот там вот несколько рядов. Здесь все мужское. Выбирай, не хочу. Здесь очень много. О, даже туфли есть. Вот, много разных кет. Так, ну все. Женского я здесь ничего, в общем-то, интересного не нашла. Все, поэтому мне нужно уже идти на маникюр. В общем-то, если захотеть, выбрать можно. А это у нас чьи? А, это детешкам, нашим карапузикам. Ой, легенькие такие бегать. Вообще отлично. Так, женское белье здесь есть. Много всего. Так, купальники. И вот, тоже целый стеллаж женского белья. Ну вот, неплохо смотрится. Давайте цену глянем. Цены нету. 399 бюст. Слушайте, ну нормально. Все, ладно, время меня уже поджимает. Побежала я на ногти.